Общественные места должны быть не только комфортными, но и технологичными. Недавно в городе установили несколько точек доступа Wi-Fi. Одна из них на площади Пушкина. Впрочем, подключиться с первого раза получается далеко не всегда. Инициатива опутать город беспроводными сетями принадлежит региональному отделению Союза Женщин России. Пока Wi-Fi роутеры установили лишь возле фонтана на Пушкино, а также в сквере Якова Горелина и Артсквере. В перспективе бесплатный интернет должен появиться не только в Иванове, но и в других городах региона. Очень важно замкнуть это в единую систему. Очень важно привезти туда гостей, туристов. А туристы без Wi-Fi это на сегодняшний день просто невозможно. Они будут думать, что они приехали в какой-то глухой дикий край. Поэтому Wi-Fi в Ивановской области для гостей в знаковых точках он абсолютно необходим. Идея с бесплатным интернетом в общественных местах давно реализована в крупных городах. В Иванове похожая история уже была, когда городские власти решили оборудовать роутерами весь троллейбусный парк. К сожалению, Wi-Fi на электротранспорте не прижился. Слышали вы, что у нас в городе появились точки бесплатного Wi-Fi? Нет. Вот одна из них на площади Пушкино. Давайте попробуем подключиться к нему. Давайте, хорошо. Не удалось. То есть что здесь написано? Не удалось подключиться к сети Ивановой Фрей. Не хочет. Не подключается? То есть в интернет не зайти? Сохранен, но не подключен. Отключено написано. Сам сигнал есть, но отключена. Вы слышали, что у нас по городу установлены Wi-Fi точки бесплатные? Слышала, но мне сказала мама, что будут устанавливать три точки, но какие именно и где она не запомнила. Вот одна из них на площади Пушкин. Давайте сейчас попробуем подключиться. Подключение есть, но требуется регистрация в сети. Давайте зарегистрируемся, попробуем. Регистрация при подключении к общественному интернету – обычная практика. Однако войти в сеть нам так и не удалось. Вероятно, оборудование пока не настроено. Инициаторы проекта уверяют, что еще вчера все было в порядке. В ближайшее время недочеты обещают исправить. Техническая сторона вопроса, она тоже очень важна. Приходится ее решать экспериментальным путем. И сегодня мы этим занимаемся. Поэтому очень ждем всех пользователей в заявленных местах и очень ждем откликов о работе сети. Работает, не работает, какие пожелания. Когда оборудование окончательно настроят, на площади Пушкина воспользоваться беспроводной сетью смогут одновременно до 380 человек. В сквере Якова Горелина и Артсквере до 100. Остается надеяться, что этот проект не постигнет судьба троллейбусного Wi-Fi. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.